Если бы не стала артисткой, признается Лариса Авдюнина, то освоила бы профессию журналиста. Она с детства любила литературу и вообще, к слову, всегда относилась с любопытством. Я даже сочинения писала в стихах. А потом, когда я поняла, что типа поэта Ахматова, Светаева, Блок, вот такого уровня из меня не выйдет, а типа Щипачева и таких я не хочу. Абсолютный максимализм в характере, неуемная энергия и, конечно же, талант. Нашли себя в другом. Лариса Авдюнина родилась и выросла в подмосковном Клину, в самой обычной советской семье, где всегда звучала русская песня. У меня сестра художник, а я вот музыкант. Мамы нет, простая была работница. Поступила в училище Егорьевское хоровое и после окончания меня направили работать в Можайске, учителем пения. Год я там отработала. А дальше, как говорится, закружилась. 72-го года на административной работе в Одинцовском округе. Методист, заведующая директор районного дома культуры, однако с песней Лариса Авдюнина не расставалась никогда. Фольклорный ансамбль «Родник» организовала в Доме офицеров, а дальше, как магнит, стала притягивать к себе поклонников народного творчества. Русское пение ты поешь, как говоришь. Ничего специально делать не надо. Самое главное – донести то, что есть в русской песне, потому что русская песня, она вообще очень поэтическая. Фольклорный ансамбль «Родник» поет о жизни и любви вот уже 42 года. Они – победители и лауреаты конкурсов и фестивалей. Правда, одних только песен стало мало. На сценах теперь целые театрализованные представления, свадьбы, святки, рождественские калятки и не только. Поют все. Вот приходят некоторые, вообще вдошники, то есть на одной ноте, смотришь, через год поют и пляшут. Одна пришла. Ой, вы только меня, вы только меня. Мы же кадрильи делаем, хоровой. Вы только меня. Я не могу так стесняюсь. Теперь плясать. Она первая рвется. Вы понимаете, как вот это вот расковывает. Не жизнь, а песня, говорит Лариса Авдюнина о своем творческом пути. Планов и мечт. В свои 74 много, как и произведений, которых еще не спета. Но как признается артистка, если рядом надежный коллектив? Успех неизбежен. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...